Проблемы возникающие у жителей Уфы при новом жилищном строительстве в городе обсудили на кругом столе члены общественной палаты, представители органов власти и обманутых дольщиков. Основной блок вопросов это так называемые обманутые дольщики. Много жалоб приходит, много обращений. Эти вопросы очень тяжело решаются по разным причинам. Мы сегодня хотим в этих причинах разобраться. Мы хотим, чтобы на этой публичной площадке были озвучены вопросы, были озвучены ответы. И чтобы можно было понять, куда двигаться, как эти вопросы все решать. Помимо обманутых дольщиков будут еще рассматриваться такие проблемы, как подготовка площадок к строительству. То есть это снос в первую очередь. И есть блок проблем, который связан уже с возведением новых зданий. Это качество, это инженерная инфраструктура, это детские сады и школы и так далее. Случаев таких много. То есть можно говорить о том, что проблемных объектов в Уфе и в республике их десятки. Так, например, в Затоне рядом с домом номер 261 по улице Пожарского возводится 12-этажное здание. С явными нарушениями законодательных норм. Эта стройка 12-этажного дома 273 по улице Ахметова строится без согласования глав архитектуры города Уфы. Построенная первая часть дома выходит за красную линию центральной улицы Ахметова. Раз. Во-вторых, под строительство дома самовольно захватено территорией рядом расположенного речного училища размером 100 квадратов метров. Место запланированного строительства музыкальной трехэтажной школы построили 11 этажей жилого дома. А документально оформлено 10 этажей. Построили так, что балкон этой секции А расположен на расстоянии 12 метров от балкона нашего дома 261 по улице Пожарского. Участниками кругового стола были озвучены рекомендации по предотвращению нарушений в сфере жилищного строительства. Первый момент это запретить строить, пока именно все документы не будут готовы. Надо контролировать стройку какой-то независимой организации, может быть государственной. Каждые две недели ездить и смотреть, все идет по плану или нет. Изначально, какой согласовали план, никаких изменений уже последующих кардинальных не должно. То есть, чтобы было невозможно сначала заказать проектировку 8-этажного дома и одобрить его, а потом построить 10-этажный. Четвертый момент, ну как-то государство продумает финансовую безопасность дольщиков, потому что хоть у нас существует федеральный закон, но он, как видите, до сих пор не защищает. Проблемные ситуации, озвученные на кругом столе, взяты под контроль Общественной палаты Республики Башкортостан. Алина Гребешкова, Ильдар Каюмов, Глеб Салыкин. Телеканал ЮТВ.